Оплатить квитанцию за теплоэнергию до 20-го числа каждого месяца значит обеспечить себя теплом и горячей водой на каждый последующий месяц. Но не все «Напчане» добросовестно оплачивают услуги. На предприятии «Теплоэнерго» столкнулись с проблемой. На сегодняшний день мы должны перед ресурсно-набжающей организацией, конкретно газовиками и электриками, задолженность за потребленные ресурсы. На сегодня мы должны 50 с лишним миллионов за газ и электричество. Нам поступило уже уведомление об ограничении поставки газа и электричества в связи с неоплаченной задолженностью. С другой стороны, у предприятия «Теплоэнерго» есть доступные средства для погашения долгов поставщикам энергии, но это в теории. На деле необходимые средства от потребителей энергии не поступают. В списках должников физические лица и целые предприятия. По состоянию на 19 марта 91 миллион населения и прочие потребители. Большую часть задолженности, естественно, за населением. Население имеет задолженность перед нами 63 миллиона. Не оплачивают счета ТСЖ и управляющие компании, фирмы, предприятия, здравницы. Коммунальщик попал в список должников дважды, как управляющая компания, обслуживающая многоквартирные дома. И задолжали по собственным счетам. Управляющая компания, такие как услуга-сервис, более полумиллиона задолженность. Такая управляющая компания, как ООО «Крымский вал», почти миллион триста задолженность. Южная управляющая компания – миллион шестьсот с лишним. Ограничений в поставке энергии можно избежать, если все должники рассчитаются с теплоэнерго в ближайшие дни. Предприятие погасит долг перед поставщиками. Пока очевидные вещи серьезным взрослым потребителям приходится объяснять как неразумным детям. Этих денег хватило бы, было бы достаточно, чтобы перекрыть все наши долги и быть в плюсе. А не постоянно мы берем кредиты, берем суды, что угодно, для того, чтобы рассчитаться за наших добросовестных в скобках плательщиков. А срочки по газу, по электроэнергии нам никто не дает. Большое спасибо РКС за помощь, которая помогает нам. Большое спасибо таким плательщикам, как ТСЖ «Сена», Урал, Мангуст, которые наперед стараются оплатить. Хотя суммы тоже большие, они стараются оплатить. Ребята, будьте, пожалуйста, им последовательны. Пожалуйста, оплачивайте за потребленность, за предоставленные вам услуги. Время погасить задолженности еще есть. Сутки на размышления и оплату. С завтрашнего дня, 20 число, у нас существует письмо Краснодар, Анапа, Межрегион, о том, что, скорее всего, будет введено ограничение по потреблению, по поставке природного газа. И мы вынуждены будем ввести санкцию частичного ограничения в поставке тепловой энергии. Еще раз, пересмотрите свои возможности. Приедьте, пожалуйста, на парку 58А. Здесь, наверное, тоже люди находятся. Если что-то где-то нужно войти в положение, войдем. Но будьте любезны, оплатите, пожалуйста, все свои выставленные счета. Это тепло для наших детей. Это тепло для наших стариков. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа, Регион.